всем привет дорогие друзья вы на канале алина и столицы и это приключение из америки сейчас мы находимся на гранд каньоне в этом видео я вам покажу это прекрасное место гранд каньон мы также с вами поплывем на каяках чтобы увидеть каньон антилоп поэтому оставайтесь на и подписывайтесь на канал ставьте лайки и погнали афигеть мне кажется это слово от меня вы будете очень часто сегодня слышать это вторая остановка его не показывает родителям мне нравится какой он красивый какие здесь краски просто нежно-зеленый и нежно-розовый вот эти вот холмы они вот верхушка нежно-розовая и это просто невероятное сочетание мне даже не как будто просто ставили картинку и все как будто не настоящее смотрите какой классный поинт и я говорю ваня давай свист ноги эти сфоткаю он боится хотя люди вот аж люди туда спустили ну давай я подержу рюкзак я еще такая да я боюсь чтоб лишь бы я не шлепнусь туда дело платье мы будем спускаться немножечко ниже чтобы захватить лучшие виды очень страшно смотреть вниз здесь такие поручни то есть ну я не знаю но даже страшновато немножечко потому что голова просто кружится такой мощи от того насколько он глубокий хотя кстати мы еще не можем видеть с этого ракурса насколько он глубокий но поверьте мне этого достаточно чтобы голова закружилась ребят я не скромничаю я не знаю что говорить только свои эмоции которые я также не могу передать видим речку колорадо сколько стоит посетить гранд каньон вход в этот национальный парк стоит 20 долларов за человека если вы идете пешком если вы едете на машине машина может быть полная просто за машину вы платите 35 американцев долларов это на 7 дней то есть если вы например хотите пойти на хайки вы можете спокойно оставаться семь дней также есть годовой абонемент который включает не только этот национальный парк но и все другие национальные парки которые стоят всего лишь 80 американцев долларов мы с вами немножечко ступили и купили только на гранд каньон хотя после этого национального парка на следующий день мы едем в другой я вам советую все-таки взять за 80 долларов просто мне кажется достаточно дешево на всю семью погрузили всю семью машину и погнали в крутое путешествие и бесполезно говорить насколько здесь красиво вам просто хоть раз в жизни нужно приехать и увидеть эту красоту просто вау это орел прыгай за ней также зашли в музей ваня сказал нужно снимать видео но раз нужно так нужно самое интересное гранд каньон можно смотреть с нашей стороны со стороны аризоны и также с той стороны но она менее туристическая то здесь будет больше точек где вы можете посмотреть гранд каньон как люди двигаются по вот этому огромному гранд каньону национального парку а здесь можно передвигаться на своей машине можно передвигаться на шаттлбассах по которым передвигаемся мы можно арендовать велосипеды или принести свои ну или конечно же можно пешком здесь территория огромная приезжай на автобусе иди на хайкинг в любое направление только будь безопасен да спускаться прям к самому к самому подножью я если честно не готова на такой поступок пока что это займет несколько дней конечно же нужно будет разбивать палатку здесь также есть кемпинги где можно приехать на своем армии да как дом на колесах по поводу машин я если честно не вижу что здесь прям много людей едет на своих машинах вот единственная машина в принципе которую мы увидели почему потому что здесь в принципе нету много больших парковок да представляете если все будут ездить тут на своих машинах надо просто делать огромный город около каждой точки огромнейшую парковку поэтому здесь национальный парк сделал шаттлбассы да они совершенно бесплатные входят в стоимость поэтому как бы все передвигаются на вот этих автобусах иногда они полные приходится стоять иногда нормальные в принципе передвижение знаете проходит очень быстро то есть минута-две это уже на новой локации хочешь выходи смотри вот новую точку с нового вида хочешь ей дальше вот мы пока что выходим на каждой точке если честно вот чуть-чуть буквально автобус проезжает и вид открывается уже совершенно другой с другой стороны на какую-то гору на воду на ущелье и это очень красиво вот нам еще ехать я не знаю сколько мы едем по красной дороге красный автобус это считается самый красивый путь поэтому если будете на гран-каньоне имейте ввиду на въезде вам выдается такая вот карта здесь все подробно указано какая-то она немножко странная если честно не понимаю она не разворачивается вот самое красивое это вот какой цвет красный красные автобусики они все же зеленые но на остановке написано красный line до дорогах самый красивый путь вот так вот на некоторых локациях есть туалеты автобусы ездят каждые 10-15 минут зависимости от дороги желтая синяя красная и вот в принципе наслаждаетесь прекрасным видом говорят что народу очень полно особенно летом но в принципе нормально сейчас нас кстати выходной у нас понедельник но это день труда все отдыхают и в принципе народа я не сказала что много все какая сегодня так я не знаю а сегодня 2 сентября извините у нас годовщина с вами сколько лет 4 представляете терплю его уже четыре года всем привет это день номер два и мы сегодня с вами идем кататься на каяках вчера мы приехали в город пейдж он находится в двух часах от гранд каньон это же два с половиной мы ехали здесь вот такая вот природа на самом деле я ожидала аризону видеть такой но вот здесь в городе пейдж просто невероятные какие-то формирования из краснючих камней после каяков мы пойдем еще изучать этот город эту окрестность но сейчас здесь просто невероятная красота мы сейчас находимся как нам сказал гид на самом лучшем пляже после каяк мы также пойдем поплаваем в этой чистенькой голубенькой водички поэтому оставайтесь нами не забывайте лайки или дизлайки мы тоже принимаем поэтому погнали ребята вы на каяках мы еще на таком на обучающем этапе сейчас как бы мне не перевернуться телефон не уронить в общем это очень круто воня шатает почему мне страшно ладно давайте заходим и потом вернусь уху погнали по волнам по волнам и смотрите какие волны хотя это еще маленькие мы попали прям вообще в очень большие мы догоняем тебя пармошка у меня красивая тень от шляпки нет кто нам будет записывать видео видео это наша жизнь не надо сохранить привет удочка или кто-то это так классно мы заплатили мы заплатили за тур 250 долларов с этими налогами и это того стоит мы еще только вы ехали но мне уже все нравится и так вот мы приплыли к месту назначения сейчас у нас начнется хайкинг поход на русском это поход итак мы находимся третий день в этом ущелье гид нас бросил нас одна шоколадка осталась на двоих и мы чувствуем что начинаем паниковать интернета совсем нету и я записываю это видео просто чтобы вы знали я шучу все прекрасно но гид нас на самом деле оставил у нас ждет около каяков и сказал что у нас есть 30 минут пройти в одну сторону и 30 минут вернуться мы уже идем вот по такому ущелью оно все сужается и сужается как видите виды прекрасные очень красивый сейчас понаделаем классные фоточки подписывайтесь на мой инстаграм чтобы не забыть поставить лайк и следить за нашей жизнью в америке пусть вот все прекрасно айван айванюшка кушает у меня сэндвич который мы купили в волмарте за 5 долларов как он тебе экстрамид называть экстрамид там ветчина очень много ветчины да кстати нам гид рассказывал что семь лет назад вода прям было сколько наверное на 7 фитов выше вот например вот здесь вот видите такие ну по цвету они по цвету разные вот до туда раньше была вода ваня подожди дай мне руку итак мы все еще идем здесь все уже и уже это здесь очень узко кстати говорят что здесь могут быть Пока что мы их не видим, но Ваня очень-очень боится у него хобби. Давай здесь подождем людей. Пошли-пошли в левый сторону. Пошли в левый сторону. Мне страшно. Мне страшно. Ну все, я думаю, можно обратно идти. Пошли-пошли. Вес. Без нас угловут каяки. И как мы вернемся? Плакни. Ага. Плакни. А что рассказывать? Мы находимся в каньоне Антилопы. Есть два прохода на Антилопу. То есть есть низкое ущелье, ты как-то снизу, короче, идешь. И есть как-то проход сверху, что ли, я не знаю. Сверху он всегда дороже. Тур практически в два раза. Сейчас мы идем с воды. Здесь намного меньше туристов с воды, поэтому я, собственно говоря, выбрала этот тур. Если вы не хотите плыть на каяках и идти самостоятельно ножками в большое расстояние, то можно взять Туринг, где-то стоит 80 долларов, где вы сразу же заходите вот в эту Антилопу, только немножечко с другой стороны. А бортон дешевле стоит. Дешевле стоит. А ты говорила, что можно два раза. Нет, есть нижняя Антилопа, есть верхняя Антилопа. Какие-то две зоны. То есть ты как-то или сверху заходишь, или снизу, я не знаю. Как? Что? Мы сейчас находимся в низкой Антилопе. Она дешевле, чем верхней. Вот. Но мы находимся через воду. То есть здесь доступ к ней только через воду. Поэтому мы приплыли на каяках. Можно еще без хайкинга, без каяк сразу купить тур. Он стоит 80 долларов. Но там очень многолюдно. То есть сделать красивую фотографию будет достаточно сложно. Поэтому я, собственно говоря, и выбрала именно вот этот тур. Потому что, ну, мне хотелось... Я никогда не плавала на каяках. Мне захотелось попробовать. Прекрасные виды. Я, в принципе, не жалею. Вот. Но я не знаю, дойдем ли мы до такого места, где будет прям очень-очень узко, как я это вижу. На обычном туре за 80 долларов. Вот. Я не знаю. А у нас тур сколько стоил? У нас тур стоил 120 долларов за человека. Плюс там какие-то физ, таксы. В общем, за двоих у нас получилось 254 доллара. Вот. Также, помимо этого, нужно будет оплатить вход в сам национальный парк. Он стоит 30 долларов. И оплачивается карточкой при въезде в этот парк. Здесь уже такая улица. Ой, это пахнет. Мы туда не пойдем, потому что у нас заканчивается уже время. Нужно выдвигаться обратно. Впрочем, наша группа парень, который был впереди, он прошел через эту лужу. Хорошо сказал. Правильно сделали, что не пошли там, ничего такого. Только весь измазался. Испачкался. Теперь пахнет. Thank you. Это видео. Так, ребята, мы плывем обратненько. Ваня старается изо всех сил. Говорит, натер мозольку. У меня вот ничего не вздолос. Наверное, удовлетворяется. Ну как? Норм. Ребята, мы вычислили такой магический девайс. Такой способ, чтобы исполнялись все желания. В общем, рассказываю. У Вани есть телефон. Покажи его. Вот он настоящий. Ваня ставит всегда разные заставки на этот телефон наших мечт. Сначала там стояла красная BMW. И буквально через пару месяцев, может быть, полгода, мы приобретаем красную BMW. Хотя до этого как бы у нас... Ну, я не знаю, мы об этом как бы, ну, вроде думали, мечтали, но не так, чтобы у нас там есть средства, есть возможность ее приобрести. Окей, BMW купили, поездили, переставили заставку на Ниагарский водопад. Просто так. Мы даже не думали, что переедем в Канаду, что мы сможем посмотреть на этот Ниагарский водопад. И больше, наверное, чем через год мы оказались на этом Ниагарском водопаде, прям с той стороны, с канадской стороны, откуда была эта заставка, эта фотография. Потом мы ставим другую заставку, угадайте, какую? Аризона. Точно то место, куда мы сегодня пришли. Точно то место, куда мы приехали. Ребят, у нас... Ну что, на этом наше видео заканчивается. Мы посетили, я считаю, очень классные места, просто плюсик в нашу коллекцию. Пишите в комментариях, как вы были ли здесь, хотели бы побывать, какие у вас вообще эмоции вызвало это видео. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok